Орел Спасибо, молодой человек. Песню мы эту знаем, песню мы эту любим. Хорошая песня, правда? Еще что есть? Давайте. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Хорошая песня. И опять-таки про Брест. Я верно говорю? Молодой человек, вам выпала большая честь выступать перед брещанами и гостями нашего города. И вы должны спеть это все по-молодежному, по-современному, чтобы, глядя на вас, все видели будущее. Понимаете? Приходите, когда будете готовы. Вы готовы? Самые красивые девушки города Бреста Знают, где Бресте самое веселое место А парни из Бреста это отвага и верность Крепки и надежны, словно брестская крепость Давай! Те, кто сегодня рядом с тобою Сделаны в Беларуси Верною дружбой, нежной любовью Сделаны в Беларуси Добрый вечер! На канале Бреста Добрый вечер! На канале Бреста Бук ТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День статистики отмечают в Белоруссии главному статистическому управлению Брестской области. В этом году исполняется 80 лет. И это лишь часть тех событий и мероприятий, о которых вам сегодня расскажут корреспонденты программы «Итоги недели». Текущая семидневка была отмечена определенным количеством важных заявлений, которые не сходили с полос газет и новостных колонок порталов и были опубликованы после проведения губернатором региона Анатолием Лисом расширенной пресс-конференции. Встреча с журналистами ведущих изданий области получилась информативной и интересной. Председатель облсполкома ответил на более чем десяток вопросов, которые волнуют берестейцев сегодня. От итогов уборочной кампании до социальной поддержки малообеспеченных семей. С главными тезисами «Большой дискуссия» Анастасия Наздрин-Плотницкая. Открывая большую встречу, Анатолий Лис обозначил, дискуссия должна получиться конкретной и открытой, затрагивающей темы, волнующей жителей области особенно. Губернатор хотел, чтобы люди в опубликованных по итогам мероприятий материалах нашли ответы на те вопросы, которые их беспокоят. Поэтому был готов даже к острым и проблемным темам. Конечно же, в центре внимания уборочная кампания. Она была достаточно успешной и уже подходит к своему логическому завершению. Не остались без внимания вопросы социально-экономического развития области. Эффективно работающие предприятия позволяют региону выполнять ряд ключевых показателей, которые определяют благополучие и благосостояние людей. В этих организациях хорошая заработная плата, определенный законодательством социальный пакет, перспективный карьерный рост. По итогам полугодия текущего года областью выполнены следующие ключевые показатели эффективности. Это экспорт товаров, прямые иностранные инвестиции на чистой основе, количество трудоустроенных граждан за счет создания новых предприятий и производств. Объем валового регионального продукта области составил 101,3% к уровню соответствующего периода 2018 года. В промышленном секторе области по итогам работы за первое полугодие рост производства отмечался в обрабатывающей промышленности, водоснабжении и других отраслях. В результате индекс физического объема сложился на уровне 100,7%. Переходя от общереспубликанской экономики к народной, из зала прозвучал вопрос по закупкам выращенной на подворьях продукцию населения. В этом году волнение по теме подняли жители Столинского района. На протяжении долгого времени они были монополистами по выращиванию отдельных культур. Однако в условиях рыночных отношений искусственно поддерживать ценник не получается, ответил губернатор. Здесь на местах должна быть выработана четкая программа работы. Трудолюбивые наши люди из Столинского, Лунинецкого районов, которые фактически долгое время были монополистами по некоторым вопросам производства сельскохозяйственной продукции. Огурец, помидор, значит клубника. Значит и все шло на расхват, потому что фактически они были монополистами. И очередь стояла. Это было одно дело. Сегодня же время меняется. Сегодня же время это меняется. И начинают выращивать эту продукцию и другие. И другие регионы, и в нашем регионе многие сегодня занимаются выращиванием этой продукции. Естественно, когда ее становится больше, тогда естественно, что вступают в силу рыночные отношения. Если ее было мало, то естественно, было и цена выше. Но не только об успехах, но и о наболевшем говорил губернатор. Одна из больших и довольно обсуждаемых тем – аккумуляторный завод. Так как проект не получил разрешение на введение деятельности, не был введен в эксплуатацию, к нему будут применены соответствующие меры. Если завод до 31 июля 2019 года введен не был, а это факт, что он не введен, согласно законодательству, сумма средств, использованных организацией по договору, должна быть возвращена в Национный фонд обл. 2 августа 2019 года, сразу же через два дня после окончания сроков, обл. исполкомом был сделан запрос о ходе завершения реализации осуществления ввода в эксплуатацию инвестиционного проекта. Поскольку по состоянию на 31 июля 2019 года компания «ИПАУР» не выполнила свои обязательства по договору, проект не был реализован указанный срок, исполкомом, то есть обл. исполком отказался от выполнения своих обязательств по договору и 14.08 уведомил «ИПАУР» о прекращении договора и потребовал вернуть средства в Инновационный фонд в добровольном порядке в течение месяца с даты уведомлений. Дальше то же самое все будет действовать по закону, как и положено. То есть мы от своих функций контроля не уходим, и не надо кому-то подменять здесь и опасаться, и волноваться, что здесь никто ничего не предпринимает и никто ничего не видит. Тема мостостроения также интересовала журналистов. Сегодня это один из тех вопросов, чья актуальность не имеет локальный характер. В республике принимаются комплексные программы, в них закладываются те объекты, которые первостепенно нуждаются в реконструкции. Пример модернизации Кобринского путепровода – один из них. Наличие тех мостов и их состояние – это первый и наиболее сложный вопрос. Потому что, вы правильно сказали, многие из них в нашей области, они уже не реконструировались долгое время. Некоторые имеют износ большой. И вы видите, даже в городе Бресте, вот тысячеретию города, мы направили 20 миллионов рублей для того, чтобы решить вопрос Кобринского путепровода. Потому что это было действительно просто, что нам хотелось там организовать только движение. Он уже морально и физически устарел, значит, и не мог выдерживать ту нагрузку. Поэтому уже пришлось его делать. Ну, естественно, если уже делать, то делать так, чтобы он на ближайшие 50 лет не требовал каких-то минимумов. Забота и о самых юных берестейцах волновала журналистов. Не за горами новый учебный год, к которому мама и папа начали подготовку еще в июне. Для этого многодетным родителям со стороны исполкомов была предоставлена материальная помощь. В текущем году на оказание единовременной материальной помощи к учебному году в местных бюджетах выделено полтора миллиона рублей. Помощь получат порядка 20 тысяч 350 многодетных семей. Без малого это 42 тысячи детей. Помощь уже оказана 16 тысяч 852 многодетным семьям на детей, обучающихся в учреждениях общего, среднего и специального образования. Суба выплат составила 1,2 миллиона. Открытый диалог получился довольно объективным и открытым. Около двух часов работы и более десятка озвученных тем получили широкое и полноценное освещение. А значит, найдут и свое отражение в публикациях репортеров всей области. Продолжая разговор о пресс-конференции с губернатором региона Анатолием Лисом, стоит остановиться на одном из вопросов, который вот уже несколько лет не теряет свою актуальность, а наоборот, только набирает популярность. Речь о развитии туристического потенциала Брещины. Благодаря празднованию тысячелетия города над Бугом об областном центре больше заговорили за рубежом. Некоторую привилегию дал городу и туристской рекреационной зоне, в которую он включен безвизовый режим. Более 19 тысяч гостей уже посетили Брест в рамках программы, утвержденной президентом. И это далеко не предел. Блок обсуждения в рамках пресс-конференции губернатора был отведен развитию туристического потенциала. Журналистов интересовало, насколько может быть увеличен поток зарубежных гостей и какие преимущества приобретет за счет этого Брест и Брестская область. Буквально в этом месяце, в начале месяца, согласно указу президента, две безвизовые зоны Бреста и Гродно, как известно, объединены в одну безвизовую территорию. И, кстати, еще и расширена эта территория за счет пяти районов только Гродненской области. Хотя я знаю, что некоторые, многие, наверное, даже районы Брестской области тоже хотели бы туда попасть. В личном общении, я знаю, и Кобрин, и Иваново, и Ивацевичи претендовали туда. Есть ли шанс у наших районов все-таки быть когда-нибудь в этой безвизовой территории? И еще складывается впечатление все-таки, что мы несколько уступаем нашим соседям, я имею в виду Гродненцев, в части привлечения туристов иностранных безвизовых, в части получения дивидендов от такого уникального статуса. На ваш взгляд, вот какие, чего, может быть, не хватает нам еще в регионе? У нас сразу эта зона, если для Гродненской области она была только Гродно и Гродненский район, то у нас она сразу в указе президента была Брест и пять окружающих районов. Поэтому мы изначально были в лучшей ситуации. Понимаете? Поэтому это было сделано для того, чтобы объединить усилия двух областей, было удобство для туристов, которые посещают прежде всего Брест и Гродно, чтобы они имели вот в этой зоне, ну, одинаковые условия. Просто приглашениями или открытием зон, да, это еще мало для того, чтобы туристы поехали. Потому что турист, который едет, да, он должен понимать, что, куда, как, кто его там встречает, где он будет жить и так далее, а не просто запрос, а потом приехал, и серьезные туристы, он так не едет. Он все это просчитывает. Поэтому мы об этом уже давно говорили. Нам надо создавать компании туристические, которые работали бы, прежде всего, у нас. Это не на выезд, потому что на выезд, впрочем, проще всего работать. На выезд туристов отправлять в Египет, Турцию и так далее. А заниматься въездным туризмом на постоянной основе. Сегодня работа по привлечению зарубежных гостей возложена представителям нашей туриндустрии. Как правило, это специальные центры в гостиничных комплексах. Празднование тысячелетия стало элементом саморекламы. Те, кто захотел приехать в областной центр на сентябрьские мероприятия, резервировали места более чем за полгода. Много среди них и безвизовых туристов. Их поток в Брестской гостинице с начала 2018-го только увеличивался. Наибольшей популярностью пользуется безвизовый режим у туристов из Польши, Литвы, Латвии, а также европейских стран. Что касается тысячелетия города, мы ожидаем большой наплыв туристов. Это очень много мероприятий в городе Бресте запланировано на эти даты. Мест в гостинице уже нет как два месяца. На сегодняшний день город Брест посетило более 19 тысяч безвизовых туристов. В сравнении с прошлым годом это увеличение потока туристов в три раза. К самому празднованию тысячелетия мы ожидаем большое количество безвизовых туристов. Почему я могу это говорить сейчас с такой уверенностью? Потому что на данный момент уже идет регистрация безвизовых туристов именно на эти дни. Конечно, активно пользуются возможностями безвиза спортивные команды. Звезды французского гандбола, команда Ним в эти дни в Бресте в рамках участия в Кубке Белгазпромбанка. Высоко оценив спортивную базу Бреста, команда во главе с тренером спешит открыть для себя город. Мы очень впечатлены вашим городом. Достойные спортивные сооружения, красивая архитектура. Меня, например, впечатлила традиция с фонарщиком. Здесь даже дышится как-то по-другому. Особое пространство. Каждый третий турист, посещающий Беларусь, включает в свой маршрут Брест. Планах водная прогулка по набережной, советская, местный Арбат, священная цитадель – символ мужества советского народа в Великой Отечественной войне. Именно отсюда свое путешествие по Брещене начинает Павел. Вместе с друзьями они приехали в пограничный город, чтобы познакомиться с ним поближе. Брестская крепость по себе впечатляет, даже не зная историю, размах, объем, габариты. Но зная хоть немножко об истории, конечно же, это просто оцепенение, это захватывает, это мужество людей. Тем более с вооруженными силами был связан. Главный совет приезжающим работает только с официальными туроператорами. Они гарантируют, что поездка будет комфортной. Увезти с собой на родину гости смогут и яркие впечатления, и памятные сувениры. Подарки с грифом «Зроблено Беларуси» имеют не только национальный колорит, но и душу, которую вкладывают в каждый свой товар гостеприимные берестейцы. Компания на старте. Выдвижение и регистрация кандидатов, агитационные мероприятия, голосование, подведение итогов. Все эти этапы уже проходил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич. Народные избранники в этом году планируют претендовать на депутатский мандат. Сказать, что в Бресте его имя известно хорошо, не сказать ничего. Парламентарий часто общается со своими избирателями, проводит личные приемы и встречи, активно участвует в жизни города. Но депутат – это в первую очередь тот, кто может оказать реальную помощь людям в решении различных проблем. У Леонида Брича это получается. Наша съемочная группа смогла лично убедиться в этом. О человеке слово и дело. Наш следующий сюжет. Бричане Владимир и Ульяна Апанович оказались в непростой жизненной ситуации. Многодетная семья с тремя маленькими ребятишками приходится жить и в небольшом частном доме, что в районе плоские мощенки, и делить угол с братом и мамой. Много лет большая семья стояла на льготной очереди на улучшение жилищных условий. Но в начале июня этого года они получили официальный отказ. Эта история закончилась бы печально, если бы семья Апановичи не записалась на прием к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонида Бричок. Знаете, реакция была сразу, потому что он сразу взялся за телефон стационарный и начал звонить. Потом он поговорил, естественно, с кем-то, назначили, видно, встречу. Ну, а нам, как он, сразу взял у меня номер телефона и сказал, что как только разрешится вопрос или что-то будет продвигаться, ну, как отреагирует на его просьбу, он сразу нам отзвонится. Ну, он отзвонился два-три дня, я же говорю, сразу отреагировал. Если бы мы к нему пошли, если я не ошибаюсь, 4 июня, то 7 июня наш вопрос был полностью решен уже. Да, 7 июня мы уже получили ответ на то, что мы можем строиться. Квартирный вопрос решился. Сегодня у многодетной семьи Апановича, можно сказать, чемоданное настроение. Отказ от получения квартиры они забыли, словно страшный сон. Долгожданное новоселье будут отмечать и в декабре. Это будет самый лучший подарок к Новому году. Мы уже разговариваем с детьми, мы уже празднуем там Новый год. И неважно, это будет 31 декабря или там февраль, май. Самое главное, что действительно уже как бы есть застройка, уже третий этаж отстроили, так что мы наблюдаем за этой стройкой. Да, и надеемся, что в ближайшем будущем мы действительно уже чемоданы, там диванчики и чемоданчики уже там. Так вот, это лишь одна ситуация, благополучно разрешившаяся благодаря помощи депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонида Брича. В его деятельности нет мелочей, будь то вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий, асфальтирования дорог, ремонта учебных заведений, либо же проблемы личного, семейного характера. Он никогда не обещает, но всегда старается сделать все, что в его силах. Леонид Григорьевич, сколько людей к вам обратилось за период вашей работы, за весь период вашей работы, и с какими проблемами чаще всего приходят люди? В течение неполных трех лет на прием пришло уже более 200 человек. Какие вопросы? Конечно, вопросы в основном житейские, бытовые. Это и с благоустройством улиц, и благоустройством дворовых территорий. И проблемы сегодня той же проведения водоотведения, водопотребления, то есть это касается частного сектора больше всего. Вопросы благоустройства улиц, асфальтирования дорог, вопросы, касающиеся системы ЖКХ, устройства детей в школу, в общем, самая разная тематика. Мне кажется, вы лично проникаетесь каждой проблемой граждан. Вот почему, если заглянуть в прошлое, почему вы решили стать депутатом? Решение стать депутатом нашего высшего законодательного органа для меня далось не очень легко. Откровенно скажу. Я много думал и взвешивал все за и против. Меня поддержал мой коллектив, брестейского пекаря, очень серьезный. Когда я им объявил, что вот как бы вот с собой борюсь, дать мне согласие баллотироваться, не дать мне согласие баллотироваться кандидатом депутаты, в общем-то коллектив, ну, сказал, кому как не вам идти, вот. Ну, в общем-то, наверное, это больше вдохновило меня. Леонид Григорьевич, статус народного избранника позволяет решать вопросы на более высоком уровне, это так? Конечно, да, есть такая возможность именно депутату, депутату Палаты представителей, именно обратиться напрямую, вплоть до президента. Но я хочу подчеркнуть, основная задача депутата Палаты представителей, это законотворческая деятельность. И основная работа именно в Палате представителей, потому что депутат, это основная его работа, он на платной основе, освобожден от той должности, которую он занимал до избрания депутатом. И, естественно, основная его работа там, но отрываться от избирателей, отрываться от своего округа депутату нельзя, потому что только благодаря тому, что ты услышишь от людей, от избирателей, какие вопросы, какие, может быть, проблемы есть, чтобы их можно было бы поспособствовать решению этих вопросов, ну, вот на тех уровнях, о которых я рассказал. Леонид Григорьевич, несомненно, каждый депутат – это априори лидер. А вот еще, какими качествами сегодня должен обладать современный депутат? Я скажу, ну, может быть, банально сколько, но вы знаете, что порядочность и честность – это самые главные качества депутата, и, я так понимаю, каждого человека. Депутат – это все же тяжелый труд. Некоторые люди не понимают, некоторые люди ругают, критикуют работу народных избранников. Вот что, на ваш взгляд, сегодня самое важное в работе депутата? Откровенно говоря, когда не понимают тебя или какие-то, говорят, не очень-то лицеприятные тебе слова, конечно, внутренних переживаний очень много, очень много. И ты переживаешь, это, к сожалению, где-то отчасти и на семью передается, это есть такое. Но, вы знаете, наверное, это тоже нужно делать. И я, по большому счету, работая директором предприятия, с такими моментами тоже сталкивался. Так что это все, ну, не то, что там, ну, будем говорить, не зачерствел, и этого нет. Расскажите немножко о своем избирательном округе. Чем он отличается от других? Он центральный, но, в то же время, это исторический район. Здесь много частного сектора, здесь много вопросов именно, наверное, избирателей, ну, таких бытовых, которые сегодня ежедневно, они сталкиваются. Ленинский район – это практически, это действительно промышленно развитый район. Это 30% сегодня промышленности валового продукта всей области. Это действительно сегодня большой промышленный потенциал. И как работают эти предприятия, сказываются результаты бюджета как города, так и области. Совсем скоро наберет обороты избирательная кампания. Агитация. Те, кто претендует на депутатские мандаты, будут разговаривать с избирателями, объяснять политические программы, выступать в СМИ, проводить пикеты и акции. Леонид Григорьевич также окунется в предвыборную гонку кандидатов следующего созыва. И почему-то кажется, что в ней он снова не проиграет. Ведь уже есть много избирателей, которые доверяют и ценят своего поистине народного депутата. Начата работа, особенно что касается садовых товариществ, я очень глубоко вник в эти вопросы, в нюансы. Готовятся изменения, и уже они готовятся, к сожалению, третий год в существующий указ президента номер 50 о работе садовых товариществ. Продолжать эту работу нужно будет. И я хотел бы дальше продолжить, чтобы какое-то моральное внутреннее удовлетворение завершить начатое. И это было бы очень важно и для себя, и в конечном итоге для людей. Для меня, что я начал, и результат какой-то появился, а для избирателей, что это будет, в общем-то, ну для всех наших жителей, особенно членов садовых товариществ, что это будет результат, который на благо пойдет как сегодняшнему поколению, так и будущему, это точно. Виктория Нечаева, Дород Бакунович, Павел Малошонок, Антон Луговкин. Итоги недели. Жизнь каждого человека – это череда перипетий. Это путь, пройти который красивый и с высоко поднятой головой, дано только людям творческим, целеустремленным, открытым, инициативным. Именно таким человеком является Мария Яковлевна Кутровская. Эту женщину можно смело назвать человеком-легендой. Так много прошла она, чтобы заслужить авторитеты, доверие горожан и представителей вертикали власти. Не удивительно, что амбициозности и творческого запала Мария Яковлевна не потеряла и в свои элегантные годы. Сегодня она презентует автобиографическую книгу «Моя судьба. Воспоминания и размышления». На творческом вечере побывала и наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. «Я не писатель и даже не журналист. Так начинает рассказ в книге о себе и своей судьбе Мария Яковлевна Кутровская. Сразу нацеливая читателя на простой, но очень душевный стиль изложения. Большая монография – летопись жизни целого поколения, чьё детство опалила война. Оставшись в 10 лет без родителей, выжить Мане, а так её называли в деревне, удалось благодаря сильному характеру и добрым людям, которые не оставили её. Обо всём этом Мария Яковлевна подробно рассказывает в книге «Моя судьба. Воспоминания и размышления». Тираж небольшой, полтора десятка экземпляров. Оттого, наверное, книга ещё более уникальна. Особый её раздел посвящён близким Марии Яковлевны. «Мне хотелось, чтобы не только у моей семьи, а везде, в каждой семье сохранялась преемственность поколения. Это очень важно. Каждое поколение, оно приносит свои, какое-то мнение, свои решения, свои дела. Кто-то улучшает семейную жизнь, кто-то ухудшает. Всё. Но это очень интересно. Поэтому, когда я прочитала эти документы, которые мне попали в руки, я была очень удовлетворена морально. Я узнала, почему я именно такая сегодня». Презентация редкого издания состоялась в городской библиотеке Мини Пушкина. Поздравить автора пришло большое количество гостей, среди которых и первые лица. Каждого Мария Яковлевна называет товарищем и другом. Конечно же, первый экземпляр Марии Яковлевны Кутровской адресует мэру города Александру Рогачуку. «Мы познакомились в областном управлении диалогии. Я не жалею, что я познакомилась с вами. Мы дружили, мы работали по-честному, работали хорошо. И вы всегда нам помогали, поддерживали меня. Спасибо вам за поддержку». В подарок именной экземпляр за подписью автора, а в ответ – красивые и добрые слова от имени градоначальника. «Мы утром на планерке решили отложить все совещания и текущие дела. И от имени всей нашей действующей команды выразить стало восхищение вами. Слова глубочайшего уважения – это не дежурные слова. И сказать, что мы вами гордимся. Мы благодарны, я благодарен лично вам за ту помощь, которую вы оказали мне в становлении, как глава администрации Московского района. Она могла всегда напрямую сказать, что думает, что делаем не так, как надо сделать лучше. Поэтому я вам просто признаю себе в любом случае это. Ну а то, что ваша сила духа, ваше желание руководить во благо созидания – это просто достойно. И сейчас где-то в городе я копирую ваш стиль, Мария Вякова. Спасибо. Все те, с кем она трудилась в разные годы, кто повлиял на нее как личность, стали участниками мероприятия. Гостей в зале оказалось очень много. Каждому автор смогла уделить минуту внимания. А в ответ слышала поздравления и пожелания долгих лет и новых дел на благо города Бреста. Вы были таким учителем по жизни, как нужно было работать с людьми, как работать с коллективом. За это я очень благодарен. Но самое важное, мне кажется, в вашей жизни, что вы сделали, что благодаря вам действительно никто не забыт, что не забыто. Потому что у каждого человека приходит такой возраст, когда уже, ну, на пенсию надо идти и все такое. Вот благодаря той системе и тем усилиям, которые мы прикладывали, у нас действительно, вот еще раз повторюсь, никто не забыто, не был. И эти люди нашли свое применение. Благодаря этому принесли еще очень много вопросов, как и самому себе, так и нашему городу. В своей книге, как и в жизни Марии Яковлевны Кутровской, являет пример человека, любящего жизнь, знающего, чего хочет. Такое напутствие она дает и гостям праздника, и читателям ее авторских воспоминаний и размышлений. Каждый человек здравомыслящий, прочитавший эту книгу, он поймет, что в жизни зависит от нас самих. От нас самих. Я так и пишу. Особенно в обращении к молодому поколению. Каждый человек строит свою судьбу сам. Я ее построила тоже сама. Анастасия Наздрин, Плотницкая, Эдуард Букуной, Чантон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Главному статистическому управлению Брестской области в этом году исполняется 80 лет, а белорусской статистике в целом 90. Но отдыхать знатоки цифр не торопятся. Никогда. Они каждый день просчитывают нашу жизнь. Сколько мы тратим и сколько едим. Какова наша заработная плата, за какие услуги мы платим дороже. По сути, эти люди могут рассказать все о стране и ее жителях с помощью чисел. Собственно, мы и попросили их сделать это. Чем Брестская область отличается в цифрах от других регионов республики? Почему у работников статистики уже нет записных книжек? И что нужно знать о предстоящей переписи населения? Расскажем прямо сейчас. На смену блокнотам и записным книжкам пришли планшеты. Вместо сотен бумаг сегодня в офисах главного статистического управления Брестской области компьютерные планшеты. Благодаря такому подходу к переписной кампании, которая, к слову, состоится в суверенной Белоруссии в третий раз с 4 по 30 октября этого года, не только сократится время сбора информации, но и в полной мере будет обеспечен контроль за ошибками. Кстати, кроме традиционных вопросов о самом респонденте, составе его семьи и жилищных условиях, будут еще и новые, касающиеся миграционных процессов, трудовой занятости, планирования семьи. Какими способами можно пройти перепись населения? Самостоятельно через интернет каждому абоненту сотовой связи придет смс-оповещение со ссылкой, перейдя по которой можно заполнить переписные листы на себя и свою семью. Также можно посетить стационарные участки, которые будут работать в течение всего периода времени проведения переписи с 4 по 30 октября, либо дождаться переписчика дома с 21 по 30 октября. Надежный и оперативный сбор данных необходим в первую очередь для развития экономики. Они здесь знают буквально все, сколько и чего произведено, сколько сэкономлено и как много потрачено. Без работников статистики невозможно получить реальную оценку социально-экономического развития города, области и страны. Знатоки цифр и фактов отмечают. На Брещене не так много промышленных гигантов, как это характерно для других областей Беларуси. Но все же нам удается вносить достойный вклад в республиканские показатели. Каким образом? Статистики переводят сухие цифры на живой всем понятный язык. Нефтехимическая – это Витебск, Гомель, им хорошо. В Гродненской области там азот, в Минской области – это колейное удобрение, в город Минск – автомобильная промышленность. У нас таких гигантов нет. Поэтому я считаю, что вот то, что мы обеспечиваем темп роста хороший по воловому региональному продукту и положительный, он ведь складывается из таких вот мелких кусочков. Больше, чем другие, вносим вклад в развитие сельского хозяйства и в развитие пищевой промышленности. Вот у нас, ну как-то так, очень хорошие показатели. Конечно, пищевая промышленность – это благодаря таким гигантам, как Савушкин продукт, другие молочные предприятия молочного направления, ну и, естественно, Санта-Бремор. И вот они нам формируют большой удельный вес нашей области в производстве промышленной продукции. Всего в Брестской области работают 203 человека, занимающихся вопросами статистики. Они не только собирают, обрабатывают, анализируют, но и хранят различную документацию. Сегодня в архиве главного статистического управления Брестской области находится почти 16 тысяч документов. Самому старому – 74 года. По хранящимся бумагам можно отследить, как менялось и меняется картина состояния экономической, социально-демографической сферы белорусского государства. Все мы являемся в какой-то степени теми, кто формирует статистическую информацию. Когда мы рождаемся, демографическая статистика, выходим замуж, женимся, разводимся. То же самое демографическое. Если мы работаем, производим услуги, мы формируем воловой внутренний продукт страны. Если мы поехали на работу на общественном транспорте – пассажирооборот. Если мы купили товар в магазине, товарооборот, поехали в туристическую поездку, в туристические потоки. Поэтому получается так, что все мы, конечно же, формируем официальную статистическую информацию. Любая сфера деятельности развивается и идет в ногу со временем. Статистика не исключение. Активно внедряются современные технологии. К примеру, в 2013-м была введена в эксплуатацию единая информационная система государственной статистики Беларуси. Она позволила облегчить приемы и обработку данных как для респондентов, так и для работников. Сегодня более 95% отчетов поступают в органы статистики в электронном формате. И в завершении слова великого англичанина Бенджамина Дизраэли. В жизни, как правило, преуспевает больше других тот, кто располагает лучшей информацией. Это были итоги недели на Бук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67, мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни августа. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 25-26 августа погодные условия в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления. В Бресте в воскресный день будет солнечно и без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью слабый, днем восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная 13-15 градусов, максимальная днем плюс 24-26. Начало новой рабочей недели понедельник 26 августа будет комфортным, солнечным и без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного 14-16 градусов. Температура воздуха в ночные часы до 28 прогреется воздух днем. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит. Субтитры создавал DimaTorzok Дашенька, не докучай нашим соседям. Да, супер, вундершеная натура. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok